Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. В универсиаде 2017 года примут участие спортсмены из 56 стран мира в составе национальной сборной и карагандинские спортсмены. От области планируют выступить 14 человек по пяти зимним видам спорта. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев года. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев посетил Актугайский район. Бизнес за колючей проволокой. В учреждении АК-159-18 открыли 4 производственных цеха. И в начале происшествий. На шахте Саранская 10 ноября произошло чрезвычайное происшествие со смертельным исходом. Об этом нам сообщили в карагандинском филиале военизированной аварийно-спасательной службы Кумер. По словам спасателей, произошел обрыв подвесной дороги. Пострадало 8 человек. Трое из них погибли. На место происшествия выехали два оперативных отделения спасателей и две реанимационно-противошоковой группы. Ну, предварительная информация, что в 14.35 это произошло. В 14.41 был вызов подразделения карагандинского филиала. А прямо на глубине, там в самой шахте, да, все это? Да, седьмой горизонт. Ну, такого, что кто-то там еще остался, такого нет, да? Ну, все вот эти 8 человек, которые пострадали, мы их сейчас выдаем. То есть приступили уже к эвакуации этих людей, которые были с травмами, их уже эвакуировали. Остались вот эти вот смертельно травмированные. Из них два человека сейчас происходит их эвакуация. Третий, значит, там проводятся работы по зарисовке, оформлению документации соответствующей. И после него, его тоже третьего будем приступать к эвакуации. В региональном этапе универсиады примут участие 60 студентов-факелоносцев. До 1 декабря их будет отбирать специальная комиссия. На сегодняшний день подали заявки уже 150 учащихся. Факелы и формы для них предоставят дирекции эстафеты огня. Также в вузах области необходимо провести отбор волонтеров, которые будут принимать участие в организационных вопросах. Деньги на паши спортивной формы волонтерам придется выделять вузам. На данный момент эскиз еще утверждается. Стоимость одного комплекта – 30 тысяч тенге. В торжественной церемонии зажжения чаши огня эстафеты будут задействованы тысячи студентов. В универсиаде будут принимать участие наш участник олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, боксер Жусупов Аблайхан. И затем, значит, вот здесь говорили уже наши конькобежцы Айдова и Крикунов, также будут принимать участие в универсиаде. Зажжение огня произойдет 26 января от доменной печи. Огонь зажгут студенты в Туза и соратник президента. Завершится эстафета огня в 15.00 в Ледовом дворце Караганде-Арена. Эстафету огня будет сопровождать транспортная колонна. Весь транспорт будет оформлен в стиле 28-й Всемирной зимней универсиады. Уже времени остается не так много. Думаю, что в неделю раз встречаясь, мы сможем все вопросы порешать. Чаще навряд ли надо будет. Поэтому, Наталья Евгеньевна, держите на контроле и инициируйте эти совещания по мере необходимости. Кульминацией эстафеты огня будет праздничное ледовое шоу. Для его проведения приглашен режиссер-постановщик из Алматы. После торжественной части с шоу-программой выступит ледовый балет из Омска. Затем огонь из всех регионов республики в специальных колбах отправят самолетом в Южную столицу. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 9 ноября в рамках рабочей поездки в Актугайский район первозаместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев посетил ряд социальных объектов. Сельскую врачебную амбулаторию и среднюю школу имени Алихана Букиханова. В прошлом году при посещении строительной площадки сельской врачебной амбулатории в поселке Саулеже Дебайского сельского округа Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев дал поручение построить объект в установленные сроки с соблюдением качества работ. В текущем году указанная врачебная амбулатория в срок была введена в эксплуатацию в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». Далее первый заместитель Акима области посетил общеобразовательную среднюю школу имени Алихана Букиханова в селе Актугай. В текущем году здесь была отремонтирована система отопления, установлен дизельный котел. Асалбек Дюсибаев дал поручение рассмотреть возможность проведения ремонтных работ с заменой окон, полов, дверей и так далее. Также в селе Актугай первый заместитель Акима области посетил здание районной больницы, где имеется кабинет электрокардиограммы, флюорографии, кабинет рентгена, физиокабинет, клинической и биохимической лаборатории, кабинет телемедицины. В завершении программы Асалбек Дюсибаев провел совещание об итогах социально-экономического развития Актугайского района за 9 месяцев текущего года и бюджет на 2017 год. По итогам совещания были даны конкретные поручения ответственным органам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тюремный бизнес. Карагандинские колонии превращаются в настоящие промышленные холдинги. В учреждении АК-159-18, например, наладили производство обуви, сувениров, мебели и даже открыли автомастерскую. Опыт производства заключенных оценила Аи Мамрина. Цех по изготовлению сувениров и мебели из дерева запустили в колонии 3 года назад. Владельцем бизнеса стал обычный заключенный Андрей Дуплянкин. Он и его коллеги обучают этому ремеслу других осужденных и даже планируют расширяться. Все изделия сделаны вручную. На данный момент 7 человек у нас буквально собираемся расширяться в зависимости от потребности. Так-то товары народного потребления, столы именно национальные, шахматы. В колонии также работает цех по пошиву обуви. Заключенные получают сырье и фурнитуру через поставщиков. Владельцем этого бизнеса является РГП Ембек-Хараганде. Заключив соглашение с администрацией учреждения, они тем самым обеспечили рабочими местами десятки человек. В настоящий момент поступил заказ на 1500 пар рабочей обуви для учреждений Карагандинской области, для обеспечения работающих осужденных на филиалах, чтобы они были обеспечены рабочей обувью. Поставка будет осуществлена на следующей неделе. Администрация колонии всеми силами радеет за то, чтобы обеспечить работой заключенных. Но здесь из общего количества трудятся всего 30 человек. Часть из них занимается привычным делом – ремонтом автомобилей. Задачей для нас является достучаться до общества, до населения, что на базе учреждений реально можно открыть и развить какой-либо бизнес. Так как, во-первых, здесь дешевая рабочая сила, это, во-первых, также все коммуникации здесь имеются, помещение уделяется. Есть и еще одна сторона у колониальной медали. Заключенные, задействованные в трудотерапии, получают зарплату. Правда, использовать ее они пока не могут. В основном деньги уходят на погашение долгов по искам. Тем не менее, за колючей проволокой труд помогает скоротать время. Аем Амрина, Жакс Лакнуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Несмотря на проблемы, в городе Приозерск планомерно реализуются мероприятия согласно плану нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». Такое заявление сделал Аким Приозерска, выступая в региональной службе коммуникации. О самой главной проблеме на сегодня глава Приозерска Кайрат Камзин сообщил в самом начале, а именно о росте цен на продукты питания и о работе по сдерживанию этого самого роста. Работа не отличается от той, что проводят в других городах Карагандинской области. Это и сельскохозяйственные ярмарки, и реализация продуктов из стабилизационного фонда. На еженедельной основе, на центральной площади проводятся ярмарки сельскохозяйственные. Заключенные меморандумы с владельцами магазинов активно завозится продукция из областного стабилизационного фонда. Планируемые противоэпизодические мероприятия за 9 месяцев полностью выполнены. Идентифицированы в 1984 головы сельскохозяйственных животных. Что касается среднего ремонта автомобильных дорог. В этом году на ремонт дорог выделено 11,5 миллионов тенген. Из областного бюджета 10 миллионов тенген. На средний ремонт мы провели. Глава Приозерска также отметил, что за последние 4 года долю автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии удалось увеличить с 60 до 80 процентов. Успешно, по мнению чиновника, в городе проходит акция по легализации имущества, учитывая, конечно же, количество горожан. Около 14 тысяч человек. Присутствующие журналисты не смогли обойти вопрос с теплоснабжением Приозерска. Ведь известно, что практически каждую зиму город испытывает проблемы с теплом. А пять лет назад и вовсе была объявлена чрезвычайная ситуация. Практически злободные вопросы касаемо блока жилищно-коммунального хозяйства, подготовки к отопительному сезону, ремонту котельной. Мы все постарались максимально все проблемные вопросы снять. Поэтому каких-то сильно больших проблем нету. И поэтому таких каких-то отрицательных, негативных СМИ не выходит. Больших каких-то жалоб на мое имя, на блока Кимовой области, не поступает для жителей. Выступая в региональной службе коммуникации, Аким Приозерска также рассказал о реализации государственной программы трудоустройства безработных. За 9 месяцев трудоустроено порядка 500 человек. А всего мерами социальной защиты охвачено около тысячи горожан. На первый взгляд количество небольшое. Однако необходимо учитывать, что население Приозерска небольшое. Да к тому же 30% жителей являются гражданами Российской Федерации и работают в войсковых частях, расквартированных неподалеку. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Другие новости. Карагандинская школа-лицей номер 101 подписала меморандум о сотрудничестве с военно-технической школой Министерства обороны. Школьники смогут заниматься авиамоделизмом или учиться управлять автомашиной. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания, развитие военно-прикладных и технических видов спорта. Таковы главные цели, которые преследуют участники подписания меморандума о сотрудничестве школа-лицей номер 101 и военно-техническая школа Министерства обороны. АПЛОДИСМЕНТЫ Лицеистам подробно рассказали о том, чему учат в Карагандинской военно-технической школе. В первую очередь это, конечно же, авиамоделирование. Какой мальчишка не мечтает о полетах? Школьники с интересом слушали преподавателя, уже прикидывая в уме свою модель самолета. Директор школы-лицея пояснил, что в учебном заведении уже действует более двух десятков кружков по интересам. Меморандум позволяет создать еще один для любителей авиации. На сегодня в нашей школе функционирует более 25 кружков и секций с общим охватом около 800 детей. Это спортивные секции, также кружки по интересам. И сегодня, учитывая интересы детей, потребности родителей, мы организовываем, подписали меморандум о сотрудничестве с военно-технической школой именно в развитии кружка авиамоделирования. Данный кружок предназначен именно для учащихся в 8-11 классах, охват будет. Также, кроме этого, с начала учебного года у нас работают кружки 3D-моделирования, курсы робототехники. Один из любителей техники – восьмиклассник Дин Мухаммед Жексыбаев. Он признался, что ему настолько нравится разбираться в различных технических устройствах, что записался сразу в два кружка. В нашей школе есть два кружка – автомобильный и авиационный. Мне нравятся оба. Я занимаюсь в обоих кружках. Особенно мне нравится разбираться в устройстве техники. В будущем я хочу стать конструктором. Школа-лицей номер 101 – это не единственное учебное заведение, с которым военно-техническая школа Караганды подписывает меморандум о сотрудничестве. Но именно здесь военные намерены развивать авиамоделирование. И вот сегодняшний момент подписания меморандума именно с этой школы заключается на том, чтобы один из редких технических видов спорта мы могли развивать именно на базе этой школы. Кружок авиамоделирования предназначен для учеников с 8 по 11 классы. Но учителя заверили, что не откажут никому. Главное – иметь желание заниматься. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Зарегистрировать интеллектуальную собственность или авторские права станет легче и быстрее. Летом следующего года, возможно, вступит в силу поправки к существующему закону. Согласно этим поправкам, компетенция регистрации и выдачи документов перейдет от Министерства юстиции к сотрудникам Национального института интеллектуальной собственности. Об этом стало известно во время общественного слушания, которое состоялось в здании партии Нур-Утан. Послушать и обсудить законопроект собрались представители вузов, предприниматели, изобретатели и сотрудники юстиции. Один из вопросов касался сроков регистрации интеллектуальной собственности. Как известно, сейчас этот процесс занимает довольно много времени. Изобретателям приходится обивать пороги разных кабинетов. После вступления в силу ряда новшеств порядок регистрации будет упрощен, а сроки сокращены. На месяц этот срок оказания госуслуги будет сокращаться. Если на сегодняшний день с учетом возможности ускорения это 10,5-14 месяцев, то после принятия закона это будет 9,5 месяцев и 13, до 13 месяцев. То есть по всем объектам промышленной собственности срок оказания госуслуги будет сокращаться на месяц. Изменения вступят в силу в связи с острой необходимостью приблизить законодательный акт к мировым стандартам. Это особенно важно именно сейчас, когда государство вступило во Всемирную торговую организацию. Очень много проблем в плане охраны защиты авторских прав. И поэтому, учитывая международные стандарты, Министерство юстиции сейчас подготовило законопроект, который мы будем обсуждать, чтобы в совершенстве довести до международного уровня. Организаторы проводят общественные слушания специально. Они намерены выслушать на местах жалобы и предложения заинтересованных лиц о возможностях усовершенствования закона. Специалисты провели аналогичные заседания в Шемкенте, Павлодаре, Астане и Алматы. После Караганды инициативная группа направится в Казаларду. А.М. Амрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Портреты шахтеров и металлургов. Живописные работы о трудовых буднях нашего края. В Карагандинском музее изобразительного искусства открылась выставка «Герои будней трудовых». Экспозиция посвящена сразу трём праздникам. Дню президента, 25-летию независимости и 80-летнему юбилею Карагандинской области. Здесь не встречишь работы авангардистов и экспрессионистов. Инсталляции так называемого современного искусства также не для этой экспозиции. Портретные образы шахтеров и металлургов, строителей и тружеников села, написанные в духе социалистического реализма. Именно эти работы стали основой выставки, получившей название «Герои будней трудовых». Организаторы отметили, что все экспонаты взяты из фонда музея. То есть это работы, которые являются замечательной нашей коллекцией. Работы наших художников, начиная от старейших, заканчивая нашими молодыми художниками. Всё посвящено, конечно, тематике Казахстана и Караганды, Карагандинской области. На выставке представлено около 80 работ. Научные работники музея отмечают, что в течение года уже проходили небольшие камерные выставки. Нынешняя стала объединяющей. По традиции главными зрителями в первый день работы выставки стали школьники и студенты колледжей. Среди них начинающая художница, семиклассница Карина Тимирбекова. Мне очень понравилась выставка. Я увидела много прелестных картин и узнала о многих художниках нашей Караганды. Я узнала, как она строилась, как проходили будни обычных работяг, как они шли на работу. Во многих картинах показано, как строилась Караганда, сколько усилий было приложено. И сейчас мы можем увидеть прекрасный город, который живёт и развивается. Моя любимая картина, которая мне больше всего понравилась, это «Стипсер и Аркан». Это очень большое полотно, на котором изображены горы и степь. Мне очень понравились все картины, но это моя любимая. Организаторы заявили, что каждая картина так или иначе отражает становление Караганды, области и всего Казахстана. Выставка посвящена сразу трём значимым событиям. 25-летию независимости, 80-летнему юбилею Карагандинской области и предстоящему празднику Дню Первого Президента. С работами можно будет ознакомиться до 19 декабря. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова